1-8 финала Спартакеады проходила в семи селах округа. За право выйти в четверть в финал команды селян боролись в нескольких видах спорта. В шашках, шахматах, перетягивании каната, лыжных гонках, гиревом спорте и самых зрелищных и веселых соревнованиях. Семейные эстафеты «Папа, мама, я – спортивная семья». Сегодня у нас 1-8, дальше четверть финала, полуфинала и финала. Ну, сейчас мы присутствуем в Зельгивке, это у нас те округа, в которых менее двух тысяч человек. То есть их у нас 14 команд и, соответственно, вот уже сегодня выяснится, кто же 7 сильнейших, которые пройдут дальше. А со следующей недели у нас стартуют, еще добавляются и округа, в которых свыше двух тысяч человек. Это четыре команды, они начинают с полуфинала сразу. Ну и вот так у нас мы дойдем до финала, который планируется у нас на 9 февраля. Как и в прошлом году, заявление на участие в «Спартакеаде» подали немало спортсменов-любителей. Селяне отмечают, что целью соревнований для них является не столько победа, сколько положительные эмоции, отличное настроение, возможность сильнее сдружиться со своими односельчанами. Сегодняшнее соревнование для меня праздник, так как и для всех принесло крещение. И в это же время идет «Спартакеада». Это праздник для меня и не только для меня, а для всех, кто здесь живет. В нашем округе и у взрослых, и у детей есть немало возможностей раскрыть свой спортивный потенциал. Это касается и жителей сельских территорий, где также, как и в Губкине, функционируют самые разные секции. Наша школа, она одна из самых больших школ Белгородской области, и ее филиал расположен также в районе. Вот что касаемо сегодняшних соревнований, где мы проходим в Сельевке, на базе этой школы проходят три секции, занимаются от нашей школы. Значит, это секция пулевой стрельбы, секция настольного тенниса и секция спортивного ориентирования. Но уже не один год здесь проходят занятия, и уже есть успехи на уровне области, на уровне Губкинского городского округа. И я скажу, что достаточно много детей с этой школы занимается в этих секциях. В Сергиевской школе подрастает целая плеяда юных спортсменов. Их имена украшают дерево славы этого образовательного учреждения. Наше дерево славы сформировано совсем недавно. Здесь вы видите результаты муниципальных и региональных конкурсов за 2012 год. Но большинство данных результатов у нас спортивные достижения, потому что наша школа, ее девизом является «Мы выбираем здоровье». И все мероприятия и полностью образовательный процесс нашего учреждения направлен на формирование и укрепление развития здоровья наших учащихся. Юные спортсмены, их родители, друзья приняли активное участие в спартакеаде. В числе соревнующихся были люди самых разных возрастов – от младших школьников до пенсионеров. Очень здорово так эстафету проводить. Я испугалась, что первый раз не попаду мячиком в угол. Но пропало, да? Да. Настроение прям спортивное. Тоже волновалось очень, но оказывается, все хорошо прошло. Если бы это сейчас не придумали, то бы дома сидел бы, на диване бы спал, телевизор смотрел, а больше нечем было бы заниматься. А то хоть пришли, размялись и нормально. Как и в большом спорте, свою роль в соревнованиях сыграла поддержка болельщиков. Особенно приятно спортсменам было ощущать, что за них переживают близкие и родные люди. Ведь селяне – одна большая дружная семья. Нам, пчеловодам, зимой только развлекаться. Летом работать. А так все прекрасно. Спортом занимаемся, вот приехали поддержать. Да, свою администрацию. Спортивный дух, веселье и радостное. В не менее дружеской атмосфере проходили соревнования и в других селах Губкинского округа. Милавцы и богословцы не упустили шанс показать свои возможности. Эмоции переполняют. Настроение очень хорошее. Лыжня была не очень-таки уж хорошая. Было трудно, но мы преодолели это препятствие. Ну, мне, в общем, все понравилось. Нужны, конечно, спартакиады, чтобы развивать молодежь. Потому что сейчас молодежь очень как-то, не знаю, распущенная стала. Потому что лучше вот такие соревнования где-нибудь на лыжах, чем за углом где-нибудь курить или стрелять сигареты. Не знаю, мне так кажется. У участников Губкинской спартакиады хорошая мотивация. Победитель финала будет представлять наш округ на областных соревнованиях. Заметим, что в прошлом году губкинская команда заняла второе место в областной спартакиаде. Положительное принятое решение по организации проведения зимних спартакиадов и летних спартакиадов. Потому что население должно как-то общаться, как-то взаимодействовать. Это одна из форм организации спортивного досуга, общения населения. Ну и совершенствование, повышение, поддержание своего спортивного мастерства. То есть укрепление общего состояния здоровья. Настроение отличное, эмоции классные. К победе, конечно, ничего другого. Богословка впереди. А вы в прошлом году участвовали уже? Да, конечно. И как в прошлом году завершились игры? Богословка первое? Первое место. С населением до тысячи. В следующие выходные в Губкине пройдет четвертьфинал спартакиады. На спортивных площадках встретятся сергиевцы и богословцы, конченцы и юрьевцы, висладубравцы и архангельцы, чуевцы и уколовцы. Мы будем следить за ходом соревнований, а вы первыми узнаете их результаты. Продолжение следует...